После основательной теоретической подготовки мы, наконец, готовы встретиться с Java вживую. Начнем мы с традиционной программы, печатающей Hello World. И на ее примере пройдем путь от написания исходных кодов до запуска с компилированной программой в виртуальной машине. Обычно Java-программисты для написания программ используют интегрированные среды разработки, такие как Idea, NetBeans или Eclipse. Это очень удобно, но оставляет за кадром много важных вопросов, которые нам как раз нужно разобрать. Поэтому в данном уроке мы будем пользоваться только текстовым редактором и инструментами командной строки, входящими в Java Development Kit. Создадим где-нибудь на диске текстовый файл с именем Hello World и расширением Java. Это стандартное расширение для исходников Java программ. Напишем в этом файле следующий код. Именно так выглядит простейшая программа Hello World на Java. Давайте пройдемся по основным ее элементам и разберемся, зачем здесь так много слов. Программа начинается с объявления класса Hello World. В Java любой исполняемый код обязан принадлежать какому-нибудь классу, поэтому без объявления класса не обойтись. Ключевое слово Public перед классом означает, что ограничений на доступ к классу не устанавливается, то есть он доступен всем. Если класс объявлен с модификатором Public, то его имя обязано совпадать с именем файла, иначе он не скомпилируется. Значит, если в какой-то момент мы захотим переименовать класс, то надо будет соответствующим образом переименовать и файл. Обычно в одном Java файле находится ровно один класс. Если программа состоит из нескольких классов, то каждый класс раскладывается в свой собственный исходный файл. Есть возможность объявлять в одном файле несколько классов. Если эти классы вложены в основной, например, так. Или если они находятся рядом с ним, но при этом не имеют модификатора Public. Но злоупотреблять этим без необходимости не следует. Хорошая практика разбивать исходный текст программы на небольшие файлы, в каждом из которых находится один простой для понимания класс, решающий одну задачу. Давайте теперь разберем, что находится внутри нашего класса HelloWorld. А внутри находится метод main, точка входа в нашу программу. В другом языке main называли бы функцией или процедурой или подпрограммой, но в Java принято название метод. Этот метод принимает массив строк. String — это встроенный тип, представляющий строку символов. А ключевое слово void перед методом говорит о том, что метод не возвращает никакого значения. Модификатор Public разрешает доступ к методу отовсюду. А модификатор Static говорит о том, что метод можно вызывать, не создавая экземпляр содержащего его класса. По соглашению, точка входа в программу должна выглядеть именно так. Если метод будет иметь другое имя или другие параметры или другие модификаторы, то программа скомпилируется, но не сможет запуститься. Если же метод объявлен как надо, то при запуске программы в этом массиве строк придут параметры командной строки, с которыми программа была запущена. Внутри нашего метода находится единственная строчка, выводящая Hello World в консоль. SystemOutPrintLN — это конструкция для печати данных, строк, чисел и произвольных объектов. Есть еще вариант SystemOutPrint. Он не добавляет перевод строки после выведенного значения. В подробности мы пока вдаваться не будем, а ставим это на более подходящий момент. Знатоки C могут спросить, а как завершить программу с ненулевым кодом ошибки? В C можно было объявить метод main как возвращающий int, число. И это число передавалось операционной системе как код возврата. 0 означает успешное завершение, любое другое значение — ошибку. В Java метод main обязан возвращать void, но мы все равно можем вернуть операционной системе ненулевой код возврата. Для этого есть конструкция SystemExit, которая немедленно завершает программу и возвращает указанный код ошибки операционной системы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok